И мы узнаем трошечки поспелкуемость про то, что тут отбывается. У нас в первых дней вы участвуете в протестах. И если вы не против, я перейду на Россию. Сколько так зручнейше для Кэти. Кэти, расскажите, пожалуйста, почему вы изначально пошли на эти протесты? И какая сейчас цель? И что сегодня вообще здесь происходит? Сегодня 12 день протеста. Я могу это назвать второй волной протеста. Потому что, может быть, третья волна. Первая волна была весной. Нам обещали, что главная цель протеста была, чтобы русский закон не прошел бы. Но прошел. Потом у нас целое лето была надежда, что наше сейчас, я могу сказать, нелегитимное правительство не сделает то, что они сделали на выборы. А после того, как выборы очень-очень грубо фальсифицировали, и мы это все-все знаем. Спасибо нашим журналистам. Это уже невозможно терпеть. И сегодня уже 12 день протеста. Акции проходят, я могу сказать, 24 на 7. Сначала эпицентр акции был Руставели, где сейчас мы находимся. Но этот протест уже пошел по всей стране. Вы можете увидеть протесты и в Батуми, и в Зугдиде. Я сейчас назвала большие города, но протесты проходят также в маленькие города тоже. И наша главная цель – новые выборы, потому что невозможно просто без новых выборов. И вторая цель, уже новая цель, чтобы отпустили молодых людей, которые арестованы. В основном все молодые. Уже примерно по 300, может быть, уже по 400. Потому что каждый день у нас новые, так сказать, заложники русского правительства. Наше правительство – это абсолютно сами заложники России, Путина. И каждый день ловят новых, самых-самых хороших молодых людей. И сейчас, вот, позавчера ночью арестовали 48 человек, и эти аресты не проходят только сейчас по улицам. Они уже врываются в наших домах, они обманывают, они стучают в дверь, говорят, что, вот, например, мы пришли насчет газа, насчет света. И они обманным путем заставляют нас открывать двери. И главная цель, то есть у нас главная цель – отпустить арестованных, которых арестовали из-за того, что они борются за Грузию, за свободную Грузию, свободную от России, от Путина. И вторая цель – нового выбора. Вам всего не страшно ходить на эти протесты, учитывая, сколько уже арестованных, и что приходят домой? У вас, насколько я знаю, есть дети? Да, у меня двое детей, но я понимаю, что если я не буду выходить, и очень многие люди, вот, 200 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, если мы не будем выходить, нас ждет ужасное, которое уже началось. Мы очень хорошо помним, у нас есть историческая память насчет 1937 года, и в 1937 году происходило то, что сейчас это все начало, это все только начало. Если мы не будем бороться, если мы покажем миру, что мы не хотим Россию, то есть время прошло, уже все, нас ждет что-то ужасное. Так что, у нас есть стратегия. Да, мы сначала приходили в РОУ и все, но потом поняли, что лучше приходить поздно, когда уходим в РОУДИ, когда уходим в РОУДИ, у нас есть стратегия. Это значит, что нужно обязательно не оставлять людей, потому что, если остается хотя бы 500, то уже страшно. Полиция пользуется ситуацией, и вот малое количество, до них уже начинают загонения. Поэтому мы приходим обычно с 11 и 12 часов, и остаемся до полтора, тут не страшно. А вот тетушки говорили, что полиция ничего с ними не делает, они просто нападают. Вы говорили, что будут сами, своими методами бороться, протестующие с ними, какими? Вчера, это было, анонсировали, что, вчера как раз анонсировали ночью, что вот собрались, собралась группа молодых ребят, которые собираются бороться. Вчера не было этой практики, мы посмотрим, что будет здесь, что уверено, что это все очень разумно, все будет хорошо. Потому что иначе мы получаем. Для нас, вот сегодня, например, когда я ехала сюда, я прочитала, что скоро к ним принят, принят, принятся законы на счет того, что будут запрещать сапирьбе. И если мы все равно будем использовать, сначала они начнут отнимать карту, то есть конфискация. Я немного не понимаю, что такое конфискация, то есть, типа, имущество, они придут и соберут. И если мы опять сапирим, потом уже от 5 до 20 лет, то на счет сапирибе, всего этого нет. Маски они пока не планируют запрещать. Но пока люди думают, что до конца года они не смогут, потому что приходит Новый год, и это будет очень сложно. И мы думаем, что у них будет конфликт с разным бизнесом, которым продают маски новогодние. Многие шутили, что, например, давайте мы приедем на протесты с масками Деда Мороза и все такое, но посмотрим. Они говорят, что абсолютно возможно, что они до конца недели это будут работать, потому что мы оцениваем как обония режима, и они делают все, и это реально обония. Они не у меня его, так что все возможно. Я так понимаю, здесь будет такой эффективный центр событий примерно? Эффициенты с одной и с другой стороны, здесь, они часто доходят, когда машины доходят до этого места, и именно отсюда они начинают кидать скафтуры. Вот поэтому это просто... Сейчас имя людей больше? С другой стороны. И возможно, потому что они стоят до конца, они стоят вот на улице чуть-чуть, на слоу. С пятого апреля тоже. И вот расстояние... Да, да, да. Секундуйте, скафтуры. Да, сначала включается звук. Они нас предупреждают, что уходите, что видите, отсюда женщины детей. Конечно, это формально, и потом они... Конечно, мы не уходим, мы отходим, но потом уже начинаются меры. Водомёты и газы их одновременно примерно запускают, пока люди не уйдут. То есть первый этап, по нашему опыту, это вода. То есть были дни, когда они вообще не... То есть они не перестали. Они пускали воду оттуда, они стояли на парламентах, то есть на парламентах и пускали. Они не остановились. Сейчас это очень... Сейчас мы спокойно. Я думаю, что для того, чтобы уходить вода, и... Ну, ещё мало, да, людей ещё? Да, людей ещё мало. Они... Люди подходят к... Ну, с одиннадцать часов. Ну, и с девять и с десяти часов бывало дни, что они пускали, не останавливаясь, пускали воду. Газ это уже как ранний случай? Нет, газ тоже был обучен. Обучено, как мы знали. В течение восьми дней они каждый день пускали газ. И вот представляете, что какой здесь ужасный воздух, особенно здесь там пустые, и эти пустые пупитывают газ. И тем более, самое страшное то, что мы не знаем, конечно, какое это вещество. Весной они пускали другой газ. Сейчас абсолютно другой. И люди, которые ходили весной и отравлялись, они абсолютно чётко понимают, что это другое пустотло. И врачи тоже говорят, что мы не знаем, как... Если, например, сейчас у нас нет ничего, никакого последствия, может через месяц, через год проявиться, и врачи не знают, как бороться с этим. Вы говорили, что проводят обыски. Что может стать причиной для задержания? И что могут найти у людей, чтобы это задержать? По иронии судьбы, первая причина – это грузинский флаг. Это грузинский флаг. Флаг грузинский, ну, естественно, маска, свисток, очки, то есть всё, что защищает нас. И самое такое, самое обидное, и я не могу описать это чувство, когда нас ловили с того, что мы носим. У нас в сумке флаг грузинский. И они... Был случай, когда они этот флаг оборвали на девушке и сказали, что ты недостойна носить флаг. Но, тем не менее, они оборвали. Был случай, когда достали флаг, у нас был в машине. В машине и был абсолютно агромат. Был вчера. И это как будто какой-то ужасный фильм. Возьмите. Нам тут стабличка прошла. Так, я прочитаю, если не видно. Когда касается дела Советского Союза, тогда я, конечно, гражданин Грузии. Что это для вас значит? Почему? Почему такая надпись сегодня? Ну, я с этим еще все вот... Чтобы вспомнили, пошли времена, чтобы все жили-то нужно. Вот, значит, тут это и вспомнить, нужно успокоиться, что-то... То есть вы не хотите, чтобы эти митинги проходили правильно? Или вы наоборот... Чтобы было мирно, что я сам гражданин Грузии союз. Средством. И был готов. С этим причем. У меня такой вот диапюшок. Сегодня мы делаем, как пройти, запросил. Если он не такой... Я всегда раздвинулся. Я могу, как Господь, и... Лично Господь Голгин, это и точно с этим причем. Сами, что там, похоже на... Хорошо, спасибо. Остань, я останусь. Остань, я останусь. Гори в Георгия! Гори в Георгия! Гори в Георгии! 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 Сейчас, в это время, каждый раз, у того как запретили магазин продавать пиротехнику, то есть я имею в виду Кейппер. А уже запретили? Что запретили? Четыре дня назад запретили продавать пиротехники. И, например, если вы захотите отметить день рождения, вы не можете отметить рождение детей. У нас обычно это очень-очень популярно, когда ждут дети и день рождения, в 12 часов присылают пиротехники. Сейчас невозможно найти в магазинах, из-за того, что участник протестов использовали как легальное оружие, как прайс-пирепель. И это тоже запретили. Сейчас они собираются вообще по всему запретили. Да, в магазинах. И если у кого-то отойдет запас, они все равно пусть от сейчас захотят, как я уже говорила, они уже начинают штрафовать. Много вот таких мужчин, которые выступают против? Я первый раз. Вообще приходят люди, которые выступают против? Я первый раз сейчас увидела, но это был единственный человек. Но есть люди, которых подсылают, они задают странные вопросы. И даже если к нам подходит незнакомый человек, мы очень осторожно с ним говорим. Это ужасно. Правительство старается, чтобы мы потеряли доверие друг к другу. Мы понимаем, что это тоже часть пропаганды, психологический террор. Но, тем не менее, мы стараемся быть очень осторожными. Потому что есть люди, которые нас снимают через телефон и стараются спросить личные данные. И мы ведем себя очень осторожными. А позиция принимает какое-то участие в этом всем? Какое? Оппозиция просто приходит. Каждый день можно встретить с лидером оппозиции, и не только лидером, так сказать, тех людей, которые должны были быть в парламенте. Их голоса украли, и сейчас все происходит великий тип. И я туда говорил Георгий, я хотела добавить туда, но пришло потом. То есть, раньше президента выбирали народ, а сейчас они очень-очень быстро поменяли закон, и президента выбирали парламент. Это тоже дискриминация, и абсолютно нелегально. Поэтому наш президент будет абсолютно без диплома образованный человек, который футболист, очень образованный, без диплома. И у него история, как... В истории остались видео, где он абсолютно открыто матерится. И... Это абсолютно порадовался. сошли. А как сейчас вообще с доступом к защитам, к маскам, очкам? А не есть доступ? Может, цены поднялись? Может, не продается? На прошлой неделе запретили. Сначала все раскупили. Мы с мужем искали нормальную, хорошую маску, но... официально было в дефицит. То есть, мы не смогли найти очки были, маски и нет. Потом, вот сейчас... Несколько дней назад мы узнали, что у магазинов, у двоих больших магазинов, которые продают маски, краски, вот такие вещи, у них были. И просто государство, правительство запретило их раскладывать на полки. И сегодня мы узнали, что один из магазинов, больших магазинов, они с утра узнали, что у них был этот запас, и просто они закрыли, не выложили на полки. И из этого магазина пошел протест сотрудника. Он ушел, официально ушел, очень громко. И после этого этот магазин сказал, что будем раздавать эти маски и очки бесплатно. Так что они тоже на нашей стороне. И огромное спасибо им. И лучше поздно, чем никогда. И бизнесы, да, вы мне рассказывали, что заведения раздают бесплатно горячие напитки, протестующих поддерживают. Очень многие рестораны и пары, они на нашей стороне, и книжные магазины, и издательства, и издательства. Они... Вокруг парламента есть очень много заведений, которые открыты в сумму. Они не только раздают горячие напитки, они также собирают у меня сухую одежду. Люди приносят сухую одежду. Разные размеры. И когда правительство использует нелегитимное правительство, используют в этом году, и люди мокрые, у нас чуть не порозные, они могут пойти и принять. Такие тоже есть. И, кроме этого, сами люди и разные бизнесы тоже выносят. Вот, например, у нас есть группа, и там когда люди пишут, мы на такую локацию, вы можете прийти и покушать сэндвичи, или просто раздают. Например, вчера раздали чурчхалы. Чурчхалы раздали. Но это тоже интересно, что здесь мы никогда не видели алкоголь. Это тоже очень высокий уровень. Я могу сказать, что ментально очень выросли люди. Потому что, если была другая сторона правительственная, там было все очень грязно. Это действительно очень чисто, потому что мы вот днем тут ходили. Абсолютно даже не скажешь, что тут проходит протест. Только если присмотреться, можно увидеть следы от краски, от разбитых окна. Но это только в парламенте. То есть, остальные здания абсолютно чистые. Кстати, это вообще очень-очень важно ответить. Потому что здесь приходят люди, которые реально любят всю страну. И из-за этого они стоят здесь. Люди ходят пакетом, собирают. Здесь всякий мусор, бутылки. И главное то, что они не бросают. Они просто кладут. Многие люди сами приносят огромные кофе и горячего супа. Потому что ночью очень холодно. И суп это самое хорошее. И люди просто кладут это эко-посуду. И потом другие люди убирают. И это очень важно ответить. Потому что это у президента свое так сказать в своей полномочи. И они даже... Наш нелегитимный президент сказал, что мы ее вытащим на камень. То есть он прямо так сказал. Вообще он отличается грубо лексикой. И он сказал, что собирается ее творец, президент, это совсем близко. Люди уже так сказать стараемся быть сморализованы. Потом продумать план как ее защитить. Потому что сейчас скоро будет наша главная цель защитить президента. Вполне возможно, что протесты перейдут уже к дворцу президента. И многие люди... Это тоже важно. Это огромный перелом. Когда до этого люди, которые работали в правительственной структуре, они боялись. Сейчас очень многие люди не два или три. Они уходят там 50. Они даже боялись просто написать пост на соцсетях. А сейчас они не только пишут, они уходят. Они массово уходят. И я хочу еще ответить, что у нас есть три пропагандические телевидения. И каждый день ходят разные-разные сотрудники этих телевидений. Это огромная, огромная победа. Наша победа? Да. Пропагандистские телевидения. Они приезжают на эти протесты работать? Они приезжают. И как они подают это все? Они подают обычные информации. Например, одна из главных пропагандических телевидений «ИМЕДИ». Мы называем ТВ «Надежда». «ИМЕДИ» это «Надежда», но получается, ну, в русском, это обычно пропагандическое про-русское телевидение. Они когда пускают брон, они через фотошоп выкладывают на страницу то, что нас очень мало, мы радикалы, они стараются снять всякие, когда, если, например, лежит мусор, они приходят на протесты, мусорят территорию. Их самые такие мелкие и предсказуемые причины. Да. И еще есть несколько людей, так сказать, например, как Симонян в России и прорусских, у нас есть несколько Симонян. Лали Марошкина, например, она... я думаю, что она никогда не смеется, и она тоже уйдет вместе с ними. Мы, мы, мы. То есть есть люди, которые меняют мнение и уходят, но, например, Лали Марошкина она никогда не поменяется. Мы верны. И есть такие люди, которые никогда не поменяются, и они стараются, например, иметь такие фразы, что женщины проходят выходят на протесты, чтобы найти партнера. И такие... Может, так про войну некоторые говорят, поэтому... Я понимаю, что это. Что это за звук? Я думаю, что там... ваши южные ребята, они начали стучать на этот июльдер. Я не знаю, чуть-чуть это в эфире, но там очень сильный стук, небо, по металлу. Да. Они стучать руками, ногами, но под этим уже закрытием. Это... Это... Обязательная часть этих протеста. То есть, это... Это же выделило, что когда я подошла, не было. Сейчас, на них все. Хлопушки очень громко, мы слышали. Прямо. Хлопушки. Сначала потому, что я высадила. Да. Из-за того, что хлопушек нет, не очень продается, и сейчас уже нет. Что ты победил? Все. Да. Вот, люди ходят в масках, это очень правильно. То есть, то, что я не говорю, это очень плохо, потому что здесь реально отравлены ногами. И да, они будут принимать этот закон, и закон войдет в силу, чтобы мы не носили маски. У нас пьяне, нас абсолютно ставят перед того, что мы не смогли защищаться. Ну, последние запасы за хлопушек. А нам еще табличку поставили возле елки, что это означает? Это табличка архитектора. Сегодня была очередь протеста архитектора. Каждый день выходят разные-разные профессии. Например, в субботу вышли разные религиозные, этнические религиозные группы. То есть, у вас прямо продумано? Каждый день вы определяете, кто или как это происходит? Все на себя. Есть. Все на себя. Это бесплатно. Все на себя берут, и все думают, считают, что это их кто. Вот сегодня большие архитекторы, это... Это именно люди, которые работают, или это университет архитектурный? От университетов выходят очень-очень часто, объединяются. Например, днем мы увидели процесс, как это было университетом, где университеты, университеты. Выходят, ну, марш студентов, это обычный, каждый день... Мы видели, как они прошли маршем, вот архитекторы установили таблицу. Вот такой вот каждый день с разными... Например, несколько дней назад выходили актеры. Я хочу отметить, что уже репрессии активно проходят над актером. То есть актеры, врачи и студенты. Вот это цель, цельная аудитория нашего религитивного правительства. Это те, кому приходят домой, правильно? И врачи, актеры... Ну, журналистов бьют, и физически нападают, а именно забирают актеров, врачей, и интеллектуалов, так сказать, студентов. Это обычная, обычная, обычная борьба, которая проходила в 37-м году. В 37-м году целевая, так сказать, аудитория была... Может быть, сейчас... Сейчас... Все это проходит из-за того, что... Когда мы тихо... Историческая память такая. Да, историческая память. А насколько безопасно подойти к парламенту туда поближе сейчас? Сейчас безопасно. Может быть,? Можно сходить? Ага... Может быть, кстати, подойдет подгачьим? Ага,ebeж, ще, наверное. Когда они очень恥, escuchая музыка? Это очень интересно. Защищают вход в парламент, здесь нет правоохранителей? Они совсем близко, они совсем близко. Здесь люди, которые становятся, можно сказать, что они первый ряд. Которые становятся вход в парламент. А что это за таблички? Арестовали. А это те люди, которые нас избивают. То есть не дедушки, а робокопы, которые... А вы их прямо называете робокопы. Они робокопы, да. Потому что у них в руках щиты, и они могут надпить. У них черных, у них лицо тоже. Я понимаю, что тут каждый день будут появляться новые игрушки елочные от вас? Да, обязательно. Ну и это именно городик. Каждый дом у нас. Здесь написано, что город пол крови детей. Потому что реально пьют молодых. И есть 15-летние, несовершеннолетние. И очень-очень много детей, несовершеннолетних. Поэтому здесь написано, что... То есть мы называем эту елку как полной крови. Потому что именно здесь был, так сказать, пациент. Но пока попрошу оператора поснимать то, что происходит. Уваженному. Михаила. Паркал. Парка. Паркал. Паркал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok